привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу поделиться с вами одним рецептом очень интересным и готовить мы будем карасей но рецепт будет про то как убрать у рыбу этот вот неприятный землистый такой болотистый привкус запах да но если у вас либо хорошая рецепт отлично это я назову его караси жареные по китайски в пиве так готовят китайцы карасей именно карасей не жарят в пиве и сейчас я покажу как это делается это будет вкусно ароматно без костей поехали чистить карасей просто я уже показывал то не видел быстренько посмотрите кто видел просто перемотайте пару минут вперед опускаем их в миску с водой в емкость какую-то берем обычную ложку и в воде спокойно чистим чешуя никуда ничего не летит все аккуратно из потолка ничего потом не падает все дали по чешую сняли вот здесь вот на груди но видите такой панцирь очень просто его снять сейчас берем нож от плавничков вот здесь вот поддеваем чуть-чуть прям вот чуть-чуть надрежьте и просто снимите вот таким образом вот эту штуку просто выкинем поднимаем жабры заводим палец вот в общем-то рыба почищена я хочу закинуть ему брюшку лучок поэтому и разрежу не по центру а маленько сверху печенка мне сейчас не интересует хотя ее можно жарить она вкусная сейчас зимний карась съедобен целиком там немножко икры и пузырь но это мы оставим пожаримся вместе все сейчас играть по помоем и со вторых сделаю то же самое и мы продолжим все поскольку рыба почищена сейчас нужно ее правильно пошинковать чтобы в ней после жарки не было костей мелких прорезаем ширину менее миллиметра до позвоночника полностью слышите как под лезвие хрустят и маленькие тоненькие косточки если нарежете крупно смысл от этого не будет только будет вред кости будут по 5 метров там по полмиллиметра по 5 миллиметров делают но это крупные кости не не пережарится не масло не сгорят и из одной большой вид что косточки вы сделаете там десятка полтора мелкую рыбу просто опасно будет кушать прорезаем до позвоночника вы почувствуете как ли нож упирается режем только спинку брюшка не нужно там большие там есть костей больших толстых вытащили с ребра ничего страшного не будет видите нарезка такая перевернули с этой стороны то же самое быстренько его пошинковали косточки мы прорезали и они в масле просто у вас горят и растворяться их не будет все рыба пошинкована подготовлено дальнейшем нашим действиями теперь ее немного вот так маринуем небольшая щепотка соли чуть-чуть рыбу не достали добавляем для маринада буквально по ложке на одну рыбу темный соевый соус вот такой красивый видите у меня друзья если вам интересно я оставлю ссылочки на приготовление темного соевого соуса и домашнего теряки в описании под этим видео смотрите ссылки будут на настрой канал там рецепты приготовления и открыть этих соусов сделать очень просто дома но можно купить готовость заморачиваться все видите по цвет красного пошел чуть-чуть тоже буквально по ложке терияки густого вкусного для рыбы делаю мощный вот так достаточно рыбу пока уберем в сторону возьмем кусочек имбиря порежем его тоненькими пластинками ну довольно таки крупно потому что мы его использовать после маринада не будем уже и выбросил имбирь отличная штука в вазе используются повсеместно да и сейчас рекомендую друзья заваривать и чай сам берем это полезно и вкусно так белую часть лука зеленого мы оставим а зеленую часть лука сейчас также используем в маринаде тоже есть не будем закидываем к рыбе и тщательно все это дело натрем на замнем мариновалась ставим ее на полчасика на больше не нужно все будет отлично оставляем рыбу мариноваться а пока подготовим все остальные ингредиенты на наших продолжим подготавливать наши ингредиенты нам понадобится зеленый лук но не весь вот этого белая часть его ее нарежем такими вот небольшими кусочками достаточно берем миску тарелку сейчас мы просто все подготовим чтобы потом было у нас все под рукой и когда будем уж это делать это будет все быстро происходить берем кусочек имбиря примерно чайную ложку его нужно меленько порубить мелкие кусочки потому что этот уже пойдет в еду на соломку порежем и сейчас еще развернем и на мелкий мелкий кубик у меня получилось чуть больше имбиря ну вы смотрите же так на только как не относитесь имбирь классная вещь мне нравится и я маленько побольше его бахну пару зубчиков чеснока сердцевинку убираем жесткую невкусную остальное просто меленько час пару также как имбирь друзья ну вот чеснок имбирь приблизительно в равных частях но и для остроты смотрите тоже на ваш вкус немного красного чили как же без него китайской азиатской кухни все друзья здесь лютая часть семечками я ее оставлю не буду использовать а вот это достаточно вот такой наборчик ингредиентов готов также нам понадобится пиво самое друзья недорогое нам не нужен его вкус нам нужен аромат не более того и рисовый я чуть не забыл в карасе было ну буквально 2 ложки икры и 2 вот этих воздушных пузырях давайте приготовим быстренько начиночку которую мы запихнем наших корсей для этого я возьму ну такой объем он будет небольшой головку лука миленькая и сейчас тоже просвечивал саш друзья репчатый лук порезан и к нему добавим еще сейчас зеленый лук и будет вкусно тоже мелко порежем сейчас все это дело смотрите вот этот воздушный пузырь он съедобный многие выкидывает а зря это вкусно очень вкусно жареной и слухом будет внутри карася тоже отличный так воздушный пузырь пошел сюда и давайте все это дело глубокую миску вываливаем сюда лук выложим сюда икру щепоте соли и совсем чуть-чуть какой-нибудь приправки ароматный любой можно просто черного перца добавить все это дело перемешиваем получаем вот такую классную вкусную ароматную начинку для карасика как видите все просто и это будет вкус не любите лук ради бога добавьте вместо лука как редко немножко 2 маларису окно вот начинка готова все рыба замариновалась вот это в чем мариновалась рыба мы больше не используем убираем учащаем на видео будет средство улыбки как будто на уже копченые пахнут один из замечательно так как рыбка пошинкована видите все маринат быстренько пропитала и 20 минут более чем достаточно так теперь берем лук с икрой и запихиваем все это делал брюшка панировать друзья я буду с обыкновенной пшеничной муки но вы можете сделать пополам мука крахмал картофельный крахмал как делают китайцы и мука но это уже дело вкуса все он запрет так друзья хорошо разогреваем сковороду наливаем в нее растительного масла немного вот так то что просто дно прикрывала чуть-чуть достаточно теперь россия обваливаем муки отряхивая и обратите внимание смотрите обратите внимание ложим вот мы же когда разрезали с одной стороны брюшка что вот эта большая страна была вот здесь чтоб она покрывала прикрывала брюшка им чтоб начинка не вываливалась одной стороны 1 дата назовем его словно жарим карася на минуте 3-4 пока он не подзолотится после чего перевернем жарим на сильном огне она хорошо разогрета сковороде первую сторону все друзья рыба поджарилась это все на переворачиваем и вот так теперь вернем грусть у нас закроет так теперь сдвинем вот таким образом рыбу нам нужен доступ к маслу здесь которая видно все рыбку перевернули сейчас она там буквально минутку давайте подождем чтобы там тоже задавать свою страну хорошая аппетитная корочка хрустящая такая и после чего мы уже будем обжаривать вот так запах пошел такой классный вкусный пассеровались и пустили до овощи наши вот сейчас самое время добавить сюда вот так как мы нашел овощи не садили свой вытолк на замене суть запаха писает все колоку парился это дело сочетание имбиря и пиво это классная вещь пиво начало выступать по поверхности но карасяна полностью не накрыли сейчас просто дело закипит больше не надо это примерно пол баночки теперь нам это дело нужно убавить огонь под сковородкой сделай такой чуть чуть ниже среднего все это потихоньку томилась и выпаривала ему суток будем брать и поливать нашу рыбку пока это все делает наш соус не запустили минут 10-15 лук как раз там внутри до париться проект дойдет друзья крышки не накрываем а просто поливаем там но время от времени не на расстояние так возле не да просто вкусно пиконга кипит париться выпаривается это будет вкусный соус к нашим карась почему до сих пор никто не придумал камеру которая передает запах утра делать только одного запаха этого аромата стоит как приготовить к россии вообще так думаю они и не только к россии так готовить можно но и скажем карпа карт тоже специфический запах имеет вот будет оптимальный рецепт для карпа не создать не очень крупного на плане все выпаривание с выбориться и потому что лучше всего друзья смотрите соус упарился стал густой ведь насколько все выпаривать осталось только аромат и вкус теперь это дело выключаем и выкладываем в карелку сейчас потому что получилось друзья ночью карасики готовы польем соусом все я попробую уж меня извиняйте да самое главное посточки в спинке вот так вот раз с этим соусом это дело тушилось костей нету может меня кушать друзья я не знаю как вам сказать что это вкусно нету мы вы сами все это видите это миру остро я бы перца побольше добавил но вы смотрите поаккуратнее вот косточки большие реберные их убрать очень просто вот так взять и убрать а маленькие которые вот здесь в спинке их просто нет вот видите какая сочная мякоть никаких костей как это вкусно друзья вы должны обязательно попробовать ушли потом комментарии как вам понравилось или нет не очень вкусно зашел прям отвечает но все друзья на этом видео заканчиваю тем кому понравился мой рецепт ставьте пальцы вверх обязательно друзья подписывайтесь на канал 80 процентов зрителей смотрят без подписки вы подпишитесь нажмите колокольчик и не пропустите мы новые и надеюсь интересные и вкусные рецепты из рыбы всем спасибо и всем пока